Тропинка, которая до хорошего не доведет. Ташкентская, 78. В районе этого дома учащиеся 28-й школы зачастую перебегают дорогу к остановке, игнорируя пешеходный переход. В четверг инспекторы городского отдела пропаганды ГИБДД напомнили несовершеннолетним, как правильно пересекать проезжую часть. Вы здесь перебегаете? Нет, так здесь нет. А почему? Так машина сбить может. Нам же жить пока не надоело. Да, ясно. А вы знаете, у вас в колледже есть схемы безопасного подхода. То есть вы с ними тоже знакомы, да? Мы сами рисовали. Сами рисовали? Вот какие молодцы. То есть никогда не нарушаете. Ну, молодцы. А почему вы решили по пешеходному переходу идти, а не, например, к остановочке сразу перейти? Здесь очень многие переходят дорогу. Ну, во-первых, это нарушение. Нарушение правил. Во-вторых, это очень опасная жизнь. Как тебя зовут? Соня. Соня, расскажи, где правильно переходить через дорогу? Пешеходный переход. Пешеходный переход? А что такое пешеходный переход, знаешь? Что это? Где проходят люди. Где проходят? Ну, люди у нас бывают везде проходят. Самый главный признак пешеходного перехода какой? Как он выглядит? Расскажи, как он выглядит? Полоски. Полоски, зебра, да? Даже малыши знают, как должен выглядеть пешеходный переход. А этот взрослый мужчина, судя по всему, нет. Нарушает, ничуть не смущаясь инспекторов. Дети, к счастью, послушно идут к светофору и дожидаются зеленого. Юных нарушителей замечено не было. Между тем, за три неполных недели учебного года дети уже стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Если говорить о начале учебного года, то уже с начала сентября в городе Иваново зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с детьми. Причем одно из них – это с ребенком-пешеходом, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал таким образом под колеса. Переезжаем на улицу Богдана Хмельницкого, перекресток с улицы Танкиста Белоруссова, поблизости школы номер 7. Здесь, казалось бы, все переходы регулируемые. И тем не менее, в прошлом году именно тут сбили девочку. Она переходила на зеленый. Водитель грубо нарушил ПДД. Отметим, что у каждого образовательного учреждения Иваново есть паспорт дорожной безопасности, который включает в себя схемы безопасной дороги в школу. Дома родители вместе с детьми могут дорисовать эту схему до собственного дома, а потом пройти путь с ребенком, обратить внимание на возможные опасности, даже если школьник уже достаточно взрослый и самостоятельный. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.